Скрип Субтитры сделал DimaTorzok Мамочка, прости, пожалуйста. Я паука поймала, он в банке сидит. Настя, давай будем откровенны. Сколько еще ты будешь мне мстить? Мам! Я знаю, что ты не можешь мне простить, что мы от папы уехали. Дело совсем не в этом. Да в чем же тогда? Я совсем перестала тебя понимать. Я уже говорила, в этом доме потусторонняя сила. Это она все делает. Боже мой, как я устала. Ты снова мне не веришь? Нужно брать ответственность за свои поступки, а не сваливать на каких-то призраков. Да как мне тебе уже это доказать? Завтра ты будешь психологу это объяснять. Я не сумасшедшая. Да дело не в этом. Да я как знала. Так, давай успокоимся, отдохнем и деляк. Поаккуратнее бы складывала. Ты вообще заткнись, не твое дело. Да ладно тебе. Просто пошутила. Мне твои шуточки уже вот где. Я сейчас схожу в церковь, принесу святой воды и ты свалишь оттуда. Как миленькая. Попробуй. Но Римка уже пыталась. Пару раз. Не вышла. Тогда сама уходи. Ты всем жизнь портишь. Хорош прикидываться. Я же вижу, что тебе пофиг. Не пофиг. Я сама уже устала. Сегодня после этих взрывов я очень испугалась. Ты испугалась? За вас? За то, что я опять могу сделать ужасную вещь? А что ты сделала? Я убила себя. Как убила? Дура, потому что я всегда что-нибудь такое затевала, как сегодня. Никто не хотел со мной дружить. А что ты сделала? В классе все надо мной смеялись. Я дралась, конечно. Хотела, чтобы перестали, но они все равно. Чуть что. Тонька дура. А как же взрослые? Ты бы рассказала. Думаешь, не рассказывала? Все отмахивались. Или разбирайся, сама говорили. И Римка тоже. То есть вы с моей бабушкой не дружили? Какой там? Дрались постоянно. Она хоть старше и крупнее, но я злая была. Бывало, как отлуплю ее. Сидит, ревет. И я с ней. А ты почему? Ее жалко и обидно, что я такая. Однажды в школе. Это в конце сентября было. Когда подморозил уже. Чудик и другие начали снова ко мне цепляться. Не помню уже как. Короче, поспорила я. Что босиком и без пальта дойду от школы домой. Поперлась, конечно. Дошла? Конечно, слово «тонький кремень». Только заболела. Слегла. Жар. Все плыло перед глазами. Слышала, как в больнице пневмония говорили. Ну и все. Это же несчастный случай. Нет. Это я сама себя. Ну, кто же знал? Все знали. Я всегда такая была. Несет куда непонятно. А потом жалею. А уже поздно. И давно ты здесь? Я всегда 30 августа появляюсь. И 10 октября исчезаю в темноте. Каждый год. Это же не просто так. Римка тоже так говорила. У тебя тут миссия, понимаешь? Это что? Ну, тебе нужно что-то сделать. И тогда тебя отпустят. А что? Пока не знаю. А пошли завтра в школу вместе. Покажешь, где все происходило. Может, тебе туда надо? На место. Преступление? Ха. Вполне возможно. А может, сейчас рванем? Я не хочу маму одну оставлять. Это же я ее довела. Моя школа. Хм. Завтра в школу пойдем вместе. Ой. Привычка. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Ты готова? Почти. Давай уже. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Теперь готова. Удивительно. Ничего не изменилось. Да ладно, не может быть. Тот же кардероб, та же лестница, те же дикие первоклассники. Вечно путаются под ногами. Не говори, бойцы без правил. Кстати, о бойцах. Если что, Чудика и Аленку я беру на себя. Тоня, мы же договаривались. Все в рамках приличия, никакого рукоприкладства. Уговор? Слово «тонький кремень». Кстати, какой сейчас урок? Физра, но у меня на нее освобождение. Да брось ты. Пошли слегка разомнемся. Слегка. Ну, поторапливаемся, поторапливаемся. Опоздавший встать в строе быстрей. Чудилин. Ну, вон тебе, Коваленко, перерос за лето. По росту нужно становиться. Вставай быстрей. По росту не канает. Правильнее по авторитету. Ты на улице свои порядки наводи. Давай быстро встал. Равняйся. Отставить. Равняйся. Смирно. Перекличка. Аверин. Здесь. Ты забыл за лето? Правильно говорить не здесь, а я. Еще раз. Аверин. Я. Катушка отбуя. Чудилин. Третье предупреждение будет. Вылетишь отсюда пулей. Ну, а что я сказал? Моряки-то говорят. Тоже мне моряк. Барт. Присутствует. Доронин. Я. Ты понимаешь, что это твой косяк? Косяк? Тверной? Из-за тебя Маринка обиделась. Не ври. Я ее об косяк не била. Да забудь ты про этот косяк. Как мне теперь с ней помириться? Иди прощение просить за вчерашнее. Это обязательно. Да. Да. Да запросто. Сейчас будем мириться. Давай мы с нами поменяемся. Ты что? Нельзя же. Да не увей. Давай сюда. Меркурьев. Я. Мишинка. Маринка. Артынова. Я. Хорош дуться. Маринка. Обухова. Маринка, ты же нормальная девка. Чего ты кочевряжешься? Обухова. Алло, наша. Моя фамилия. Что? А? Я ж не знала твою фамилию. Все. Я сама. О, обухова. А, да, я тут. С третьего раза. Со слухом все в порядке? Вряд ли. Ее тут недавно бомбы оглушило. И мозги стрясло. Тихо там. Ну, добро пожаловать в новую школу. Ивлеченко. Я. Прости, Маринка. Рыжикова. Я позже тебе все-все-все объясню. Просто, ну... Рыжикова. Я. Тоже оглохла? Мир. И раз, и два, и три, и четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили упражнение. Ну что, размялись? Ну вот теперь приступим к эстафете. Так, делимся на две команды. Нужно два капитана. Кто хочет? Все знают, кто здесь босс. Я тоже. Я буду капитаном. О, похвальное рвение. Выбирай первое. Маринка Рыжикова. Саня Солома. У нас сегодня эпидемия глухоты. Соломатин. Я не пойду в его команду. Я к Насте. Да и пофиг. Пендель. Панарин. Иди сюда. Оборзели что ли? Да я вас порву. Чудилин. Третье предупреждение достал. Вот отсюда. Не очень не хотелось здесь круги нарезать. А, поговорим. Еще увидимся. Я буду капитаном. Итак, правило обычной эстафеты. Берем мячики в руки, оббегаем каждый свой столб, возвращаемся, передаем мяч. Чья команда победит всем пятерки? Пятерки это хорошо. А давайте, кто проиграет, катит носом мяч вокруг зала. Мы так на физре делали. Интересненькие правила у вас были. Слабо. Тьф. Не слабо. Готовь свой милый носик. Так. Спортивная злость это хорошо. Давайте. Готовы? Готовы? По старт. Внимание. Марш! Скрип, скрип, надоело. Папа, мама не предела. Ты рисуешь смело, псу, дорожь на круг в ногах. Луна застыла, беглый ветер не шумит. Свечи в тишине потухли, только тюклу скрипит. Время времени голоса турит от тебя. Между строк сомнения, может, и здесь или нигде. Многоточие после дыхания ожидания мудро. Закрыв глаза, дождался утром. Классно! Давай свой носик. Аленушка. Я не буду этого делать. Это бред. Я так и знала. Фуфло. Чего ты сказала? Не тронем. А то что? Увидишь. А ну-ка, разошлись. Что опять случилось? Барт! Да пошли вы все! Господи. Да что опять? Магнитные бури, что ли? Ну и где этот призрак? Тут. Как это тут? Во мне. Да что ты брешь? Тут я, не сомневайся. За шкаф и паучка, прости. Не в духе была. С ума сойти. А вот этого мы не допустим. Обухова? Да. Я школьный психолог. Пойдем? Поговорим? На каком-то основании. А тебя, Рыжикова, я жду в среду. Расскажешь все, что хочешь. Пойдем, Настя. Санек, он же вам отомстит. По-любому. Он злопамятный. Пусть попробуют. Он здоровый же кабан. Надо ее отпущим. Хватит его бояться. Кто же будет гангстер? Кто гангстер? Кроме пенделя и соломы никому претензий не имею. Шагайте! Че, уроды? Из-за какой ты овцы и вам больше не друг, что ли? А ты раньше нам был друг, что ли? А типа нет? Кто за тебя с Рыжим разрулил? Я не просил. А вот ты как заговорил. А твою куртку, пендель, кто у фары отобрал? Ну, ты. Короче, я готов забыть все обиды. Одно условие. Ты меня цынуешь в левый кроссовок, а ты меня в правый. Понятно? Делаем! Иначе старшекиевцы не такое делать заставят. Ясно? Саш, не надо. Иди эти пацаны! Здесь мы одни, и никто не узнает, о чем мы разговариваем. Поэтому сразу лучше выкладывай-ка всю правду. Потому что я знаю, кто ты на самом деле. Скрип-скрип-скрип, надоело, папа-мама не при делах. Ты рисуешь мелом с удары на крупных ногах. Луна застыла, беглый ветер не шумит. Свечи в тишине потухли, только тень в углу скрипит. Скрип-скрип, гибет одеяло, мне так страшно. Как же хочется невидимое стать однажды. Скрип, кто молчит в ночи и строит планы, смотрит с потолка и сжигает взглядом. Скрип-скрип, гибет одеяло, мне так страшно. Как же хочется невидимое стать однажды. Скрип, кто молчит в ночи и строит планы, смотрит с потолка и сжигает взглядом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова